Учебный год начался в Кировском районе для пенсионеров. Слишком часто старики стали попадать в неприятные истории. Как убежать от бандита, дать отпор мошеннику? О чем еще рассказывают пожилым в следующем репортаже. Как под гипнозом. Это мы как под гипнозом. Пенсионерка Глафира Алексеевна вспоминает. Хотела сохранить здоровье недорого, а вместо этого потеряла месячную пенсию. Винит торговцев медицинскими аппаратами. Благодаря им стала хозяйкой совершенно бесполезного прибора. Я им в этой машине эту сумму вручила. Но они мне дали какие-то бумаги, даже не дали мне прочитать, что за название и что у них написано. Я расписалась, помню, полностью. Поставила пять подписей. А за что, сама не знаю. И таких случаев только в Кировском районе десятки. Посмотрев на печальную статистику, работники местной соцслужбы решили пенсионерам пора за парты. Учить жизни, чтобы обезопасить от мошенников, позвали полицейского и врача. Человек в погонах рассказал, как распознать мошенника, который под видом полицейского сообщает о якобы попавшем в виду родственнике. Не верьте никогда. Сразу же первым делом спрашивайте, с какого отдела. Фамилию, имя, отчество. По 02 позвоните в этот отдел, потому что сразу же соединяюсь. Спросите, работает ли такой сотрудник у них. Если не работает, значит, сообщайте. Врач на пальцах «Правда чужих» объясняет, как и чем помочь, если рядом кому-то стало плохо. Пластинками мы с внутренней стороны и с наружной стороны. Вы нам не можете помогать. Фиксируем. И вот таким образом мы фиксируем. То же самое. Битонет, косынкой, ремнями. После первого урока организаторы убедились – все это не зря. Пенсионеры во многом как дети. Если мы посмотрим в их глаза и как они слушают, кто выступает, просто у них открываются глаза на жизнь, как себя вести в трудной ситуации. Теперь на курсы планируют привезти всех пенсионеров района. А для выпускников главное – не забыть эти уроки в нужный момент. Валентин Бессонов, Руслан Шарафудинов. Новости 41-го канал.